Здравствуйте, друзья! На библейский портал «Экзегент» пришел следующий вопрос. Кроме монахов и подвижников благочестия, обретает ли кто спасение в нашем мире? Нет, друзья. Следующий вопрос. Друзья мои, ну, конечно же, обретает. Конечно же. Вопрос, что такое спасение? Кто вас спасает? От чего спасает? И тут мы переходим к вопросу сатриологии. Как же мы с вами, друзья, в христианстве спасаемся? Спасаются ли только лишь христиане или кто-нибудь еще? А из христиан только лишь православные? А как там с католиками, с протестантами быть? Вот можно тут закопаться, прочитать несколько лекций. Но Бог, друзья мои, спасает нас не без нас. И влияет множество факторов на наше спасение. И социальная деятельность. Идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованные к дьяволу. И слугам его, кто не накормил голодного, не напыло жаждущего, не посетил в темнице и больниц находящихся. Тот, кто не причащается телу крови его, не будет иметь жизни, иметь в виду жизнь вечную. Кто поступает с другими не так, как хотел бы, чтобы поступали с ним, тоже уходит в гиену вечную. От слов с их оправдишься, от слов с их осудишься. Если ты раб страстей, а не раб Христа, то кто тебе был мил и люб при жизни, с тем ты будешь в вечности. Если ты людей ненавидел и их жизнь превращал в ад на земле, то ты будешь в нем и по жизни, и по смерти. Не просто все, много факторов влияют на наше спасение, а самое главное, что меньше всего влияет юридический фактор. Нам кажется, если исполнить все, что здесь написано, там 613 заповедей Ветхого Завета, 10 заповедей Моисея, 9 заповедей Блаженств, то так четко по существу, значит, все будет хорошо. А если что не хватает, то за нас помолятся. И недостаток суммы добрых дел будет восполнен молитвами наших духовников. Как мы об этом читаем из житии Василия Нового и мы в тарствах Блаженной Феодоры. А на самом деле спасаемся мы, друзья, только лишь по милосердию Божьему. И по сути-то уже спасены. Все, что необходимо для нашего спасения, Господь сделал. Объективно больше делать ничего не надо. Ему. А нам надо принять то, что Господь для нас уже сделал. Просто как? Через веру, через крещение. А кто верит и крестится, тот спасен будет. Веровали, крестились, все, уже спасены. Но можете это потерять. Как? Если неблагодарный в ответ, безблагодарность, наше спасение перечеркивает. Поэтому любовь к людям, жертвенная любовь, сострадательная, это не то, что умилостивляет Бога, который говорит, ладно, идите в уготованное вам царство Отца Моего. Это то, что проявляет нас христианами, то, что является следствием, результатом уже дарованного нам во Христе спасения. Все моча до Божии, сыновья и дочери Его, просто не веди себя по-скотски. Тебе Господь даровал авансом спасения, каждому из нас. Просто желай этого, стремись ко Христу. Упал, поднимись. Увидел другого падающего, не насмехайся над ним, не пытайся самоутвердиться над ним. Вот я бы так не пал. А когда я падал, как он, я падал грациозно. Не то, что прямо даже ручки не подставил носом в навоз. Ха-ха-ха-ха. Другого подними. А мой, иди дальше с ним. Вот это человеколюбие, любовь и снисхождение к окружающим людям, как проявление благодарности за наше, на ровное нам спасение. Так что спасаются и монахи, и подвижники, и мы с вами, и в Москве, и в Масальске, во всех странах мира. Каждый по-разному. Отца моего обители и много суть, говорит Спаситель о небесном нашем Отечестве. И я желаю каждому человеку на земле прийти к нашему общему Отцу. Отцу и Сыну и Долху Святому. Чтобы Господь принял каждого из нас, утешил, недостатки наши покрыл. И главное, столкнувшись лицом к лицу с реальностью загробной жизни, принять любовь Божию по отношению к другим людям. Потому что самое главное удивление, которое мы столкнемся по смерти, в том, что мы не увидим в Царстве Божьем того, кого ожидали увидеть, а увидим тех, кого видеть не ожидали. Господь выше законов земных, Господь выше справедливости, Господь будет нас судить по милости своей. А по милости могут многие спастись. Поэтому научитесь принимать любовь Божию к другим людям, которые, с вашей точки зрения, земной, справедливой, законной, спасения недостойны. На этом споткнулись фарисеи. Этот камень придавил Саддукеев. Смотрите, чтобы этот краеугольный камень милосердия и любви Божьей ко всем людям не стал препятствием этой общиной жизни в Царстве Божьем для нас с вами. Мы можем не согласиться и сказать, нет, я лучше как-нибудь в воду перекантуюсь. Я вот с этими негодяями жить не собираюсь. Почитайте замечательную книгу Клави Стейпл Заливыс «Расторжение брака». Вот эти психологические проблемы, духовно-психологические проблемы людей, не принимающих волю Божию о других людях и о себе самом, очень красиво, доходчиво описаны. Так что будем смотреть за собой. У нас, священников, нет каких-то привилегий по отношению к вам, мирянам. У монахов тоже нет, у епископов тоже нет. Нет, каждый будет судиться по тому, как жил, как любил, как верил. Есть даже у отцов такая строгая притча, что миряне будут стоять в аду на головах священников и епископов. Есть такая грустная мысль. Потому что кому много дано, с того много спросится. Это не значит, что надо убегать от ответственности и принципиально не читать Писание, с твоих отцов. Я мало знаю, потому что меня мало спросится. С тебя еще больше спросится. Помните притчу о талантах? Ты знал, что я жесток и пожинаю там, где не сеял? Что ж ты не приумножил? Знал, что есть Писание? Читай, дорогой, читай. Больше получишь. Больше спросится. Но если будешь исполнять, больше получишь. Но, повторюсь, все это дается даром. Не за заслуги, а по любви Божьей к нам. Просто ради этой любви исполняйте Писание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...